солянка приготовленная с теплотой да к тому же в домашних условиях получается особенно вкусной и наваристой так как готовится из самых вкусных и самых лучших ингредиентов если вы приготовите ее по этому рецепту то уверяю вас солянка получится не менее вкусной чем в добротном ресторане ставим варится на один час свежее мясо говядина это или свинина а может быть даже курица думаю подойдет все для аромата добавляем немного душистого перца горошком и две-три штучки лаврового листа не лишним добавить цельную небольшую луковицу бульон я не солю поэтому нам самое время подготовить и нарезать колбасы и в солянке должно быть не просто много а очень много чешские копченые колбаски отличный вариант центр всех копченостей если у вас их нет то можете их смело заменить на обычные охотничьи нарезаем кружочками молочные сосиски вареная колбаса докторская или молочная также идеально вписываются в солянку многие пренебрегают вареными колбасами я же считаю что они придают особую оригинальность и разнообразие этому супу не забываем про ветчину у меня ветчина из нежной свинины с душистым перцем она по составу более плотная чем куриная поэтому лучше пусть займет место она ее также нарезаем кубиками следующая колбаса это сервелат да и вообще любые варенокопченые колбасы обязательно должны присутствовать в солянке и чем разнообразнее копчености тем лучше тем временем свинина полностью сварилась достанем ее из бульона и дадим как следует остыть лавровые листья и перец убираем за ненадобностью остывшую мякоть свинины нарезаем небольшими кубиками если у вас свинина с излишками сала то срежьте его так как суп и без них будет достаточно жирным густым и наваристым срезав весь лишний жир на выходе мы получаем чистое отменное и качественное мясо все ингредиенты как вы уже поняли я подготавливаю заранее так проще и удобнее с ними обходиться главный секрет солянки это хорошие качественные и вкусные базовые продукты свежий репчатый лук нарезаем тонкими полу или четверть кольцами кому как нравится вслед за луком нарезаем соленые огурчики сначала отрезаем их кончики огурчики стараюсь нарезать достаточно тонко чтобы они были еле заметны в солянке от них для нас главное их вкус а чтобы он раскрылся во всей полноте я взял огурчики бочковые это самое лучшее что может быть глубокую сковороду или сотейник наливаем немного масла я взял обычное растительное можно использовать и сливочное лук отправляем сковороду сегодня я его не буду обжаривать до золотистого цвета как я обычно это делаю я лишь даю луку немного присесть и обмякнуть нам необходимо определенная кислинка и яркий оттенок солянки поэтому вливаем томатную пасту многие не заботятся о ее количестве и своего опыта скажу что чем больше томатной пасты тем ярче гуще и насыщеннее будет солянка она не должна быть прозрачной поэтому не жалейте пастой смело кладить ее как можно больше добавим ко всему порезанные огурчики всю заправку как следует перемешиваем и дадим ей немного отстояться на медленном огне так она основательно протушиться для баланса добавим одну чайную ложку сахара он немного ослабит кислоту томатной пасты пережариваем все вместе с луком на среднем огне постоянно помешивая вода будет изрядно испаряться и лук с томатной пастой будут густеть и подгорать чтобы этого не произошло разбавим их немного огуречным рассолом после того как заправка дошла до полной готовности а это у нас заняло около 20 минут мы опускаем нее в мясной бульон который тут же становится ярко красного цвета далее мы обжариваем колбасы сначала я выкладываю копченые колбаски они более жирные поэтому из них вытапливается огромное его количество естественно я обжариваю все без дополнительного масла вслед за ними отправляется ветчина и вареная свинина при обжаривании следим за тем чтобы копчености сильно не подгорали а то в противном случае суп будет слегка горчить обжаренный колбасы опускаем небольшими порциями в суп делаем огонь минимальным и оставляем солянку томиться минут на 15-20 возьмем немного оливок и маслин если они у вас крупные или средних размеров то можно порезать их колечками если же они мелкие то режем пополам их количество варьируйте по желанию но лучше когда их много они придают супу особую глубину примерно за 10 минут до готовности опускаем их в солянку свежий лимон нарезаем тонкими частями добавляем его в суп при подаче его аромат и кислинка только усилят вкус солянки сегодня я ограничился только свежей петрушкой отрезаем у нее стебли естественно они нам не нужны сами же листья качественно и мелко шинкуем если после праздничных дней у вас остается копченая колбасная нарезка то солянка напрашивается сама собой добавляйте в нее сметану и дольки лимона приятного аппетита